Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Если меня прокляли недоброжелатели, что мне теперь делать? Действительно, мы иногда слышим в адрес себя крайне недоброжелательные отзывы, иногда справедливые, чаще мы убеждены несправедливые от людей психически нездоровых или просто от людей, у которых слова вышли из-под контроля разума. По злобе, по зависти, по неприязни, по огорчению. Какова действенность этих проклятий? Она бывает как ужасно и неотвратимо трагично, так и абсолютно бездейственно и напротив привлекающей к нам Божье благословение. Таким образом, проклятия бывают насколько разорительными для нас и низводящими на самое дно адова, а не только какие-то земные невзгоды приносящими. Но бывают и такие проклятия, когда изрыгаются они против нас, то вместо неприятностей привлекают к нам только особую Божью благодать и благословение. Какая же разница, как разобраться, каким проклятием тебя прокляли, тем существенным и отторгающим тебя от Бога, либо напротив, тем проклятием, которое только подтверждает твое единство с светом истиной и правдой. Только бы не пострадал кто из вас, говорит апостол, как чуждо посетитель, как тать, как прелюбодей. А если как христианин навлечете на себя гонения и злословия, то благодарите Бога об этой участи. И еще прежде в Ветхом Завете царь Давид замечает, те проклинают, а ты, Господи, благословляешь. И очевидно, что опасаться нужно только того проклятия, которое вырывается из людей, из сердца человека, глубоко разочарованного нами, которое в своей прежде, быть может, большой надежде на нас. Как правило, это речь о материнском, об отцовском, о уповании на своего ребенка, вкладывает в него, стремится увидеть в будущем в нем все лучшее. Но когда впоследствии встречает со стороны ребенка своего, выросшего, лютую неблагодарность, богоотступничество, гнусные и разорительные для них поступки, тогда это сердце получает какое-то страшное дерзновение свою любовь и благословение заменить на совершенное анафематствование, какой-то призыв в свидетель самого Бога о человеческом нераскаянном падении, тяжком и не хотящем уже измениться состоянии, которое как раз и бывает зафиксировано, отражено словами проклятия со стороны людей, как правило, совсем небезразличных к тому, кого проклинают. И об этом проклятии церковь имеет очень ясные понятия, когда молится священник и близкий об усопшем, когда в руку его вкладывается разрешительная грамота, такое материальное свидетельство раскаянности человека в своих грехах, то отдельно поминаются всякие виды проклятия, которые могли постигнуть этого человека. Если он проклятие отца или матери своего на себя навел, под собственное проклятие подпал своими безрассудными словами, да будь я проклят, или еще в том-то и в том-то случае сам безответственно и не понимая, что он говорит и что творит, навлекая на себя гнев Божий и определенную поврежденность с его душой присутствующую вследствие этих слов, а, может быть, точнее сказать, невыполненного условия остаться непроклятым, когда обещанием становится то или другое дело или бездействие, которое в результате нарушается. Речь идет в данном случае не об анафеме со стороны церкви, таких уже отсеченных, самих себя прежде отсекших от церкви, уже и не отпевают, но тех, кто, быть может, вольно или невольно оказался все-таки под определением этого проклятия, ведь оно исходит из личности, от личности, а берущие на себя такие ответственно решительные страшные слова, предполагающие по смыслу отчуждение человека от Бога навсегда. Проклятие привлекает не только стремятся привлечь какие-то земные неблагополучия к человеку, но прежде всего возвещает совершенное отчуждение от Бога навсегда, воспринимаемое так, со стороны, тем, кто это проклятие в сердцах от души посылает след человеку полностью, на его взгляд, падшему и совершенно уже не способному, не желающему никакого исправления. От такого проклятия церковь усиленно молится избавить каждого православного христианина. Кстати сказать, как быть с неправославными христианами, само существование вне крещения, вне рождения в жизнь вечную является пребыванием под проклятие. То отчуждение сынов Адама и Евы, которые, именуясь первородным грехом, является признаком нашего принадлежности к этому общему естеству первозданного человека, оно именуется жизнью под проклятием. От этого проклятия избавляет нас крещение, рождение в жизнь вечную. Поэтому, кстати сказать, странно слышать до сих пор дискуссии среди православных о том, надо ли крестить младенцев, или это уже пускай будет дело его зрелости, до которой он, пребывая под проклятием, под общим отчуждением от Божьей благодати и от вечной жизни, должен расти под влиянием каких сил, если вы не хотите, являясь взрослыми, ответственными за его взросление и воспитание, сообщить ему эту благодать, родить его крещением в жизнь вечную. Так что, очевидно, речь идет теперь уже о православных христианах, которые в своей жизни, однако, оказались отдаленными от исполнения заповедей Божьих и таким ли или другим образом, который я уже перечислял, который упоминается и в этой разрешительной грамоте, в этом прощальном документе, с которым совершается уже и погребение человека, церковь прилагает свое попечение и молится о том, чтобы разрешительной молитвой священника по причине раскаянности самого человека все грехи были с его души очищены и в том числе то проклятие, которое могло быть на нем по какому-то недоразумению или ошибках молодости или грехах совершенных и видите, эта молитва даже переходит за границы его земной жизни значит считать эти слова эти проклятия чем-то малозначительным неправильно и всяко бережемся мы в исправном пути христианском и в добрых отношениях близкими чтобы никаким образом не навлечь их праведный гнев и праведное негодование выражаемое в проклятиях но есть и другие проклятия которые направляются против нас но к нам не прилипают поношение поносящих ти господи на подоши на мя так называл проклятие со стороны безбожников и гонителей царь Давид те кто плюют в небо те кто хулят Бога они проявляют свою ненависть к нему ненавистью к людям носителям имени Христова и тогда их ненависть их плевки их злословие их проклятие возвращается на их же голову и их словесное проявление своего своей ненависти своей нетерпимости является некоторым фактом их собственной поврежденности и от Бога отчужденности и чем больше изрыгает проклятий такой человек очень часто это и знак реальной одержимости от духов тьмы тем очевиднее его собственная принадлежность к области тьмы и предназначенность к озеру огненному не ему готованному но дьяволу и агилам его но проклятие в устах человека богохульного богоборного проклятие которые направляются в отношении тех кто стремится быть верными Господу никаким образом повредить им не могут и напротив являясь иногда как говорил Феофан Затворник целебными грязями заставляет еще ярче сиять его верность Богу утверждает его еще в большей решимости противостоять тем духам тьмы тем соблазном которые конечно же его касаются как человека совершающего еще свой жизненный путь но при наличии этих ругателей гонителей проклинателей которые самим безобразием собственного ослобленного лица собственных потопных глаголов собственной ненависти подтверждают великую печаль и беду человека оказавшегося в зависимости от духов тьмы в связи со своей отчужденностью от Божьей благодати конечно же еще больше укрепляет верных в следовании путем Господним потому страха их не убоимся нежи смутимся потому ти проклянут а ты Господи благословиши потому и для нас подобное злословие есть повод для благодарения Богу и молитвы о вразумлении о покаянии тех кто сами находятся попали в эту область тьмы о чем и что и подтверждают своим злословием внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео видео оцени продюсс и оцени за вклад оцени подпишись оцени и поцени и чесни а покаяния как Продолжение следует...